Я благодарен, что тот путь, который Бог определил, как этой церкви еще в 2004 году, которая потом приняла пастырь Галя, пастырь Кромов, и сейчас Бог поставил пастырь Галю, друзья, знаете, я вчера вам говорил, когда у вас была встреча, что Бог принадлежность, и Бог судит не по делам, а по путям, давайте скажем, Бог судит не по делам, Бог судит не по делам, по путям, аминь. И если можно, чуть подвинуться на руках, я хочу сегодня высвободить словами товарища, который вам дал, на годовщину, спасибо. Там бутылка. Спасибо. Мощный. Да. Дорогие мои, я хочу поблагодарить, конечно, в первую очередь пастырь Галю, потому что, знаете, можно было давно свернуть, можно было давно уклониться в право и вверх, можно было уже давно на все влюбить. И я знаю, о чем я говорю, потому что тот путь, который ведет посольство Божие, это путь, который вызывает сопротивление, непонимание, удар, негодование врага. Потому что я статус верю, что посольство Божие, это апостольское движение победителя. И победитель, он всегда, он весь франк, он шранк, но он имеет честь, носить имя и победителя. Давайте воздадим Богу славу. Я очень благодарен, что все мы, мы причастны. Мы причастны. Я благодарен пастырю Галле, как вот мы начали. И вы знаете, церковь, посольство Божие здесь, в городе, делает социальный проект, делает социальную работу. Просто сегодня был я такой пастырю Галле, хотел сделать формат такой семейной встречи. Но я знаю, что церковь, даже несмотря на то, что она претерпевает, проходит какие-то вызовы, как все посольство Божие, вы продолжаете трудиться, вы продолжаете делать семейный проект, социальный проект, молодежь, дорогие. Это благодарен церковь, что вы не теряете дух, вы не теряете уверенности, и что этой уверенности вам придает ваша пастырная. Давайте воздадим Богу славу. Всегда надо прославлять Бога и всегда показывать, что церковь живет, церковь трудится в городе, церковь делает проекты, церковь делает благотворительные акции, церковь участвует в жизни города. Всегда это надо показывать. И не надо никогда этого думать, что это зависит только от того, сколько с тобой людей. Потому что все дела, все дела, которые вы делаете, вы всегда не должны смущаться, чтобы о ней говорить. Я просто знаю, что церковь, она действительно в городе работает, и вы знаете, мы двигаемся в социальной единии, и Бог дает нам благодать. Это мирный ревизор. Но я хотел бы поблагодарить пастыря Галию за то, что на самом деле очень много, очень много за последнее время пастырей сошло из пути посольства Божьей. Это как бы не прискорбно, но это истина и факт, что многие, вот тот путь, который Бог определил для церкви посольства Божьей, для апостолов, для апостолей, для пастырей, многие с этого пути сошли. Многие с этого пути были сбиты. Вы знаете, то, что церковь стоит в этой позиции, то, что церковь держит эту позицию, и то, что пастор не задает своей позиции, это очень большая применение. Вы остановлены? Вы остановлены? Пожалуйста, не суетите, сядьте вдвоем. Вот я вас прошу. Светлана Ивановна, пасторка, сядьте, пожалуйста. Не наводитесь здесь. Не задохнем себе здесь. Приприсядьте все. Потому что я говорю по-русу, ворону себе слова, а всегда дух Марфа, он уже ж вырывает людей из процесса. Надо побегать, побегать перед глазами пастыря, сбить мысли. Я же говорю очень важную вещь о том, что на самом деле многие пастыря, которые были дети, сыновья пастыря, не вышли, не устояли этой позиции, сошли с пути. Потому что церковь, она начинается с пастыр. Пастыр, глава церкви. Как вы не хотите. И на самом деле позиция пастыря – это самая тяжелая, самая неблагодарная позиция. Потому что пастыря притебивают все, что может притебить, чем благодарность, обидательство, непонимание и все-все-все-все. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами, присутствующие здесь, просто давали оценку именно глубокого понимания. Что то, что церковь стоит, то, что церковь держит эту позицию. И мы знаем, что победа грядет, что прорыв грядет, что Божья рука, она на нас, и она с нами. И что действительно не церковь, как говорится, не дача, а помогут детей. Да, мы проходим, да, мы притебиваем. Вы знаете, я верю, что Бог венчает людей позиции. Я повторяю эту позицию. Бог венчает, венчает победой людей позиции. И хочу поблагодарить вас, дорогая, что невзирая ни на что, на вызовы, непонимание, может быть, других построений конфессий в городе, непонимание каких-то ударов духовных других людей, которые там были, ушли и так далее. Слава Богу, что есть люди, которые знают опыт, они знают истину, и они твердо стоят в своей позиции. Они твердо стоят, и эти, как говорится, показывают, что они люди веры, они люди победы. И я благодарю вас, церковь, что на самом-то деле вы дальше вместе с пастором в этой позиции стоите и держитесь. И я верю, что Бог, Он воздаст вам за вашу верность, за вашу преданность. И Бог воздаст вам сто крат благодати людей, богословительные. Если вы верите, воздайте вам все. Благодарю вас, ребята, еще раз передать вам большое благословение. Я хочу, хотя церковь поднимемся, мы побоимся за пасторя Грады, потому что Бог ее не только венчает, победа в духовном мире, я и в церковь, так же пасторе Галя завтра уезжает, улетает в далекую Австралию, дорогой дочери. Давайте поблагодарим Бога за это. Как вы знаете, вы представляете, какой-то подарок для пасторе Галя. Это подарок от Господа Иисуса Христа, потому что это километраж сумасшедший. Это не дешево. И пасторе Галя, она действительно, я верю, что она чувствует эту радость, как от Бога. Что всегда, когда мы тверды постреляем, когда мы тверды и верны, не в том, что мы делаем, а в позиции. Потому что можно многое делать, но не потерять позицию первородства. Потерять позицию победителя. Потерять позицию отцовства или сыновства. И можно делать многое. Но вы же знаете, что Бога впечатляет, что ты делаешь. Понимаете? Потому что Иуда Иисус Хрион тоже много чего делал, но когда потерять позицию, все закончилось чем? Что он удавился. Потому что из-за позиции апостола он не устоял. Поэтому я думаю, что вот это откровение о твердости позиции, которая идет от пастора, именно от пастора. Я верю, что от вас она перетекает. Это уверенность, что вы делаете в городе, что вы активно учащитесь в жизни города. Это все только начало. Потому что Бог все равно на людей позиции он переведет тех людей, чтобы их поднимать, чтобы их преображать и чтобы высвобождать их до Царства Божьего. Поэтому я благодарен, что в вас сердце нет ни этой сомнений, что вас не смущает количество людей, вас не смущает там наличие того. Я верю, что вы все равно видите, что рука Божья на вас, что Господь с вами, что Господь вас смеет, что Господь вас благословляет. И эта поездка восстанавливает действительно благословение Божье. Я верю, что это поездка будет от Господа. Я верю, что Церковь в это время не разбежится по кустам, пока вы будете там с дочкой, как говорится, проводить время. Я верю, что Церковь достойно будет проводить богослужение, проводить молитвы, проводить то, что запланировано. Я реально скажу. Я верю, что если вы будете относиться твердой, то я верю, что и люди, которые, тот маленький остаток, где тот гостяк, которые есть, они будут продолжать жить, молиться, проводить служение. Говорить в церкви, говорить уверенно, что он вас ждет, он вас любит. У вас хорошее место, как говорится прямо возле рынка, хорошее место для евангелизации, назначения трактатов и приглашения на богослужение. Поэтому церковь не надо зацикливаться на пасторе. Бог хочет дать, чтобы пастори немножко выдохнут. Чтобы пастор немножечко подышал, чтобы пастор немножечко расслабился. Потому что вы знаете, что надо пастори любить. И я думаю, что встреча с Кариной, вот это вот, они не пили с 5 лет. Первая встреча с зятем живут, мать вас дружит. Это все награда, награда. Я верю, что пастор Господь благословит их. И будет хороший, безопасный перелет. И будет хорошее времяпровождение. И пастор Галя адаптивится. 7 часов разницы между Австралией и Украиной. Что она насытится, напитается, получит от Бога благословение. И верю, что в это время церковь, она не будет просто сохнуть и чахнуть. То есть все, пастор уехал, чахнет, разбегается. Нет. Я верю в Святану Ивановну. И я это вижу. Что я вижу на вас эту благотельную лёгкую. Что вы просто будете брать тактаты. Ваши церкви стоят у базара ухода. Я это вижу. И если вы послушные будете это делать, я знаю, что пока пастор будет отдыхать, будут люди каяться в вашей церкви. Просто возьмите ребят, их недорогие. Возьмите эту группу людей. И перед воскресным служением просто стойте, стойте раздавайте. Любим вас. Ждём вас. Приглашаем вас в церковь. Приходите. И вы увидите, будут люди идти, будут люди приходить и будут люди каяться. И пастор вернётся, и вы даже увеличитесь в количестве. Войне. Аминь. Аминь. Вы же делаете послушание, что Бог показывает, ну я чётко это вижу, в духе. Что просто вам не надо ждать пастора. Не надо, как говорится, ну, заниматься своими огородами только. Хотя это тоже надо. Но понимаю, что она приедет в начале августа. Это летний сезон. Но я вас прошу, церковь, сделайте трактат. Сделайте с вашим вот гербом, который был вчера. С Алисом. Любим вас. И просто выходи из Светланы Аны. Просто раздавайте. Раздавайте, приходите по новослужению. Прославляйте помнику, и Господь благодарит тебя. Я знаю, чё, когда был юбилей у пастора, и вы знаете, что моя мама, когда молился от пастора, подсказал, что моя мама как семя. Сеялась. И это было семя, как вот уже признаменание последней цены, чтобы потом входить в радость и входить в жатву. Так скажем, в радость и в жатву. В радость и в жатву. В которой Бог говорит радость, то выходите с радостью и приглашайте на богослужение, пока пастор будет в отъезде. Приглашайте, приглашайте и приглашайте. Славьте Бога, и вы будете увидеть, как люди будут привлекаться, приходить и будут отдавать свои души Христу. Пасторгали. Это вам небольшая, как говорится, верю, что придёт время давать подарки, от которых у нас, как говорится, будет не только, не просто радость. Я думаю, что это маленький компенсант. Это то, что Бог готовит, и то, что Бог будет давать за вашу твёрдость, за вашу преданность и верность. Потому что вот эти качества, они, их мало в теле Христа сейчас. Преданность, твёрдость, преданность в дом, преданность в единии, преданность в пути церкви. Это очень, это не просто, я говорю, какой-то пафос, это очень глубокие вещи, из-за которые посольство сейчас претерпевает, из-за которые многие срываются, уходят, теряют людей. Потому что это путь Христа. Это путь, как говорится, послаления. Я верю, что этот год, год перелён. Я верю, что мы входим в радость, и входим в дружатку, в рост, в плодобительность посольства Божьего, потому что мы достаточно много прошли за последнее время. И я верю, что Бог к тому свидетель, и я верю, что Бог также дает мне. И вы переживёте это благословение, не только вы лично, не только ваша семья, но и также ваша церковь. Давайте вас добруемся. Да. 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 Давайте разговаривать и помолвиться за пастора, да, благослови им здраво, чтобы не терять время. Благослови им здраво с утра улетают в Москву, и потом с самолётом в Абудаби, Арамский Эмират, а потом уже едет на Абудабском. Господь во имя, Иисус, Господь, благодаря ему, безопасно Гагану. Отец, благослови его лёд. Благослови его лёд. Благослови его время привлечь. С дочкой и взятием. Больше, Господь, пусть его будет поездка особого отдыха. Пусть ее душа напитается духом. Пусть ее дух напитается духом. Пусть ее тело и организм отдохнет, Господь, дай благодать на период. Дай ей благодать на адаптацию часовых поездок. Отец, дай ей благодать, увидеть, почувствовать. Господь, мы верим, что эта поездка, это особая поездка, это переход. Ее переход в качестве новой уровня. Как пастор, как выждение, сердце, понимание. Во имя Иисуса Христа. Мы благословляем как цель, мы благословляем как пастора. Во имя Иисуса Христа. Пусть лупаков будет на ней. Пусть рука твоя будет на ней. Пусть не будет никаких проблем в поездке и в перелете во имя Иисуса. Благослови ее дочь. Благослови зятя. Пусть это время пребывания в селе, оно будет особым переживанием Бога. Особым потоком откровения, понимания во имя Иисуса. И пусть тогда она будет возвращаться обратно. Она во имя Иисуса действительно будет преображенной, измененной. Для того, чтобы входить в эту жату. Чтобы входить в эту жату. С радостью и благословением. Во имя Иисуса Христа. Мы благословляем. И благодарим твоего пастора, нашу пастору Гавиду, в этот день, на этом месте. Во имя Иисуса. Все вы скажете Богу. Аминь. Спасибо, спасибо, дорогие. Присаживайтесь. Я благодарю всех пасторей, пользуясь возможностью. И хочу сказать пастора, это не пафос. Нельзя идти в жадку с людьми неверными и нетверными. Потому что в таких тяжелых, стесненных обстоятельствах мы сближаемся. Подобное притягивается к подобному. Поэтому я благодарю Бога за всех нас, дорогие пастора, что мы тверды. Мы твердо стоим на этой позиции. Мы знаем нашу предотвижность. Мы знаем, дети, какого дома мы. Мы знаем наш путь. Мы знаем, что да, наш путь тернист, он узок. Но мы знаем, что за этим стоит. За этим стоит царство. За этим стоит жатва. За этим есть, стоит прославление нашего Бога в наших городах, в наших сетях. Аминь. Поэтому спасибо Богу за всех нас, что Он дает нам эту благодать. Проходите, преодолевайте. И дьявол знает, что время победы, оно вот-вот-вот не загорало. Оно вот-вот-вот-вот. И я взяты верю, дорогие мои братья и сестры, дорогая церковь, что этот перелом наступит в этом году. Качественный перелом. Я верю, что этот качественный перелом и победа, победа, которую, говорил апостол, создает, что мы выйдем с кризиса, с благословением, с финацией, с простором, с помазанием, с явлением, с позицией. Я верю, я верю в себя. Я знаю, что Бог говорит. Верь в пророчество и не сомневайся. Я рекомендую вам послушать на Ютубе потрясающее слово пастерировок остальных за пророческий труд церкви. Мы даже не заметили, как мы уже вошли в этот пророческий труд. То пророчество, которое апостол сказал, соцентно погружается в это пророчество. И нельзя сойти с этого слова. Нельзя предать это слово. Нельзя абортировать это слово. Надо стоять в этом слове, как Господь сказал еще в пророчестве в 2008 году, что Бог показал ему, что посольство Божье входит в стадию серьезного, плотного испытания, кризиса, давления. Но это для того, чтобы потом выйти в войну Иисуса с полными руками, с жатвой, с нападом, благословением, славой и прорывом в наших местах, в наших городах. С ростами, благословением. Аминь! Поэтому, друзья, мы не должны пропускать эти вещи. Апостол сказал это в далеком 2008 году, когда только начались эти проблемы. Мы только вошли. И я верю, что 17-й год это ход выхода. Выхода, высвобождение пастора на континент. Высвобождение наших позиций, наших пастырей в новый статус, в новую позицию. И я свято верю в это, друзья мои. И я думаю, что вот эта тема пророчески в церкви, когда слово, оно приходит, и оно требует от нас трудиться на основании этого слова. Не влево и не вправо. Я думаю, что это наша зрелость. Поэтому мы несем это. Почему-то Бог определил нам нести этот труд, этого слова, этого пути, это его честь. Я не знаю почему. Но давайте воздадим Богу славу, потому что он нас избрал, и почему-то он нас наделяет и благословение. Валене Иисуса Христа. Поэтому, дорогие мои, не думайте, что это вы. Не думайте, что это вы. Не попадите в эту гордыню и числа. Это Бог просто дает вам милости и благодать. Стоять, держаться. Как сказал Апастор Гарри, что этот остаток, спасибо, что ты сохраняешь. Потому что у Бога все начинается с мало. Все большое у Бога начинается с мало. Все большое. Бог начинается с малого. Поэтому пусть Бог благословит. У меня есть обетование, знаете, я когда ехал сюда к вам, мне Бог просто это слово как ударило в мой дух. И я понимаю, что это обетование, нужно просто сегодня его высылать. Это обетование это как, знаете, слово радости. Слово утешения, слово вдохновения. И слово того, что у тебя не просто ты пахал. Пахать надо с надеждой. А надежда это что? Это слово, это обетование. Которое дает свет твоему духу и уверенность твоему сердцу. Это Исайя 35 глава. Исайя 35 глава. Я хочу высовывать это слово. И я хотел бы, чтобы мы все, дорогие мои, которые трудимся в этой земле, трудимся в Южном регионе, мы прекрасно осознаем. И мы что-то чувствуем. Что это за земля и с чем мы сталкиваемся. Но Бог, я верю, что это слово дал мне Бог и положил на сердце именно это обетование, это пророческое обетование высовывает. И я свято верю. Есть местописание Исайи, где он говорит, не думай, что это будет когда-то. Ныне же оно будет исполняться. Я верю, что это слово не для каких-то далеких вредов. Ныне же. Давайте скажем, ныне же. Ныне. Ныне. Я верю, что ныне. Вреда выхода с этого испытания гамила заканчивается. И ныне же это слово будет исполняться. Исайя 35. Здесь говорится, сухая пустыня возникнет. Сухая пустыня возникнет. Она исполнится радостью и расцветет. Это созвучно с тем, что мы вчера поверили. Да, им они писали. Да, да, да. Она исполнится, сама пустыня исполнится радостью и расцветет, как нарцисс. Пустыня наполнится цветами. Будет торжествовать и танцевать от радости. Она станет прекрасной, как лес Ливана, холм Кармела и долина Сарона. Так будет, ибо все люди, люди увидят славу Господню, Его Божье Величие. Укрепите ослабевшие руки церковь, когда Бог говорит вам, право ваше раз. Укрепите ослабевшие руки и окрепни в коленях. Скажи растерявшихся, будьте сильны и не бойтесь. Ваш Бог придет. Давайте скажем, наш Бог придет. Еще он начнет. И накажет ваших врагов во имя Иисуса. И накажет. Первый приход Бога, он будет наказывать ваших врагов во имя Иисуса. Принимайте это слово. Это от Бога. Я сто процентов уверен. И накажет ваших врагов. Он придет и даст вам вашу награду. Зерков, пастыр, галя, пастыра. Он даст вам вашу награду во имя Иисуса Христа. Берите это слово. Пусть это слово проникает в вашу духовную дымка. Напитывает вас это слово во имя Иисуса Христа. Пусть он скажет, счастье у вас. Дальше он говорит, Господь вас спасет. Тогда вернется слепым зрением и откроются глаза их. И услышат глухие. Ибо к ним возвратится слух. Как олени будут скакать хромые и запоют счастливые песни немые. Так случится, когда ручьи потекут в пустыне по сухой земле. Сейчас люди видят миражи. Что такое мираж? Это иллюзия. Сейчас люди, давайте прочитаю потом, сейчас люди видят миражи. Но в то время настоящие озера будут повсюду во имя Иисуса Христа. Вода будет бить из земли. Давайте скажем, из земли. Из земли. И высокий тростник вырастет там, где жили дикие звери. Давайте возглавим Богу славу за это обетование. Во имя Иисуса. Отец, мы принимаем. Мы принимаем. Отец, мы освобождаем обетование. Я люблю с рукустами каждую строчку этого обетования. Пусть во имя Иисуса церковь твоя она будет похвачена этим обетованиям. Пусть это слово и обетование надежды, победы, наследия. Оно Господь проникает во имя Иисуса Христа. Что здесь написано, дорогие мои? Что сухая пустыня. Друзья, вы знаете, Иоанн Креститель, он был глаз вопьющего в пустыне. Он вопиял. И хочу сказать, церковь, дорогие наши, что в пустыне Бог не всякому дает право находиться и делать какое-то служение. Потому что пустыня ломает нотых. Пустыня и сухая земля ломают нотых. Поэтому я и говорю, что мое начинание этой церкви начиналось с этого откровения. Мне Бог сразу дал понимание, чтобы пастор не поломался, чтобы церковь не сломалась, не потеряла дух и надежду, и веру. Надо знать, в какой земле ты трудишься. И я помню, как Бог тут же пришел ко мне и сказал, Руслан, я не хочу, чтобы ты потерял веру, потерял одежду. Я хочу, чтобы ты знал, ты трудишься в сухой, пустынной земле. Почему это важно? Потому что, если ты не знаешь, в какой среде ты трудишься, ты можешь приткнуться, ты можешь обидеться на Бога, ты можешь раньше времени опустить руки, ты можешь разочароваться, ты можешь искать как лод, что? Миражи, где легче и так далее. Поэтому я прекрасно осознаю, что тогда и пастор Галя, и пастор Рома, они понимали, они чувствовали. И мы даже сейчас еще чувствуем, и мы верим в это обитование, что сухая земля и пустыня преобразится, давайте скажем, преобразится. Поэтому, дорогие мои, конечно, первое, первое откровение я хочу, чтобы вы знали, вы всегда должны знать, как церковь, в какой земле вы трудитесь. Это раз. Второе, вторая истина, или сухая пустыня тебя высушит полностью, духовно, душевно, или же ты в этой пустыне преображаешь, не позволишь себя пожрать. Я повторю эту мысль. Почему Бог акцентирует здесь о сухой земле и говорит, она возникнет? Друзья мои, на самом-то деле могло бы не остаться никакого остатка в тот момент, когда я передал церковь. Почему? пустыня. Потому что или пустыня это та среда, та земля, тот город, то состояние духовное людей, когда если ты не меняешься, не преображаешься, она тебя поглощает, она тебя высушивает. Вы понимаете, о чем я говорю? И мы знаем, и мы с коридой за это и молимся, что, Боже, сколько наших братьев и сестер, талантливых, одарованных, их взял и дьявол, их покорила сухая пустыня, их покорила непонимание того, что они не поняли, они их захотели услышать, что, в какой земле Бог насадил, что это за земля, какие будут вызовы в этой земле. Друзья мои, в сухом месте, в котором ты чувствуешь Бога не так часто, как обычно. Когда ты чувствуешь, что ты говоришь слово, и для тебя это как жертва, ты как будто, я помню, как я говорил проповедь, вес терял, я помню, как я просто истощался, потому что пустыня, это духовный слой, это состояние людей, окаменевшее какое-то, жестокосердное. Вот поэтому и говорю цель, если вы верите в это преддавание, вот идите, и стойте в ору базара, и приглашайте на Бога служить. И приглашайте, активно, агрессивно просто, если вы верите в слово, потому что церковь живет не в состоянии, какое я чувствую, а в вере, в основании в это обретавание. Аминь, аминь. Назад, раздад, 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 раздад. Первое нужно знать, давайте скажем, первое нужно знать, в какой я земле нахожусь. Первое. Нужно знать, это первое, самое первое откровение. Второе, всегда вызов, или земля сухая тебя поглощает, и высушит тебя, очистит тебя, или же ты, и тебе брошу вызов, я должен преображаться, меняться в образ Христов, чтобы не поглотила меня пустыню. Вы знаете, что пустыня не поглотила Иисуса. Он вышел с пустыни, что? Исполнили Духа Святого. Воем Иисусе. Он вышел с пустыни, исполнили Духа Святого. Пустыня, сухая земля, она не уничтожена, не должна уничтожать церковь. Нет, церковь должна проходить историю этот сезон. Каким он будет, сам Бог определяет. Но вот мы верим на основании 17-го года, на основании пророчества, что в этом году будет перелом, что пустыня начнет преображаться. Да, мы все хотели преображаться. Все те, которые были с нами вначале, которые были в переходных периодах, они сейчас, мы в сухом состоянии, и мы знаем, мы видим это духовное состояние. Но что позволило нам выжить? Что позволило нам, не позволит сухой земле похлотить нас? Что позволит нам стать нарциссом и цвести, и пахнуть полосами, или ей может? Это решение меняться. Мы это скажем, решение меняться. Это очень сильное судьбодностное решение. Если мы говорим, ну, изменись, это ты думаешь, это слова? Нет. Измениться, это волевое решение человека. Покориться, это волевое решение человека. Смириться, это волевое решение человека. Поэтому я знаю, что многие думают, Господи, ну вот в 2005 году, 16 лет, да, было всякие, подъемы, спады, сухость, запустение, потом как, почему? Потому что вот земля испытывает, земля испытывает. Поэтому невозможно, невозможно трудиться, если ты не знаешь, какой земле. Третий момент, третий момент, что нам позволяет? Первое, любовь, не надо знать, где ты, какой ты земля. Второй момент, тебе нельзя, земля тебя поглотит, если ты не преображаешься, соответственно, слово Божьего, она тебя просто поглотит, она тебя высушит. Ты скажешь, не нужен мне Бог, не нужна мне Библия, не нужна мне Церковь. Многие высушенные христиане, которые еще каялись в моем начале, я знаю, что они полностью высушенные язычки писали. Они стали как тарани, знаете, как тарани полностью. Там выветрились все откровения, вся святость, все, они полностью высушены. Что помогло вам? И почему у вас не так много? А потому что решение меняться, это волевое решение. И, вы знаете, одно дело, принимать решение меняться, когда у тебя, как говорится, ты в саду, я так скажу, а совсем другое, решение меняться. Ты неишь, ты стык, а с чем меняться? Все ноги так, иссохнут, засушенные, как таранка, упадут здесь, и ничего не будет. Вы со мной меня? Да-да-да. Поэтому, второй момент я говорю, что это важность меняться. Поэтому, дорогая церковь, я верю, что наш путь с 2001 по сегодняшний день, эти 16 лет, это действительно, знаете, какое-то знамение. Знамение перехода и перелома. Не просто будет церковь цвести, земля начнет преображаться, скажи, земля начнет преображаться. Вот поэтому 16 лет труд, трудного, тяжелого пути, труда. И для этого дальше понадобился один пастор Руслан, он же для меня не хватило бы. Понадобился пастор Рома, понадобился пастор Гарин. Представляете, даже трех пасторей в жизни этой церкви Бог использовал. Почему? Потому что я бы один, наверное, не вывез это. Психологически и духовно. Не вывез бы, это один пастор Рома, если бы он всю эту дистанцию взял. Не вывез бы пастор Гарин. На эти 16-16 лет было три пастора, которые трудились здесь, в Херсоне. Почему? Ни один бы не вышел. Это сухая земля и настолько знойная, трудное место, тяжелое. Кто-то понимает, кто меня ловит? Кто меня ловит? Поэтому это не случайно, чтобы почему кто-то здесь сидит, который от начала, или который верный, сын или дочь, вы думаете, а почему ты пастор? Почему переход? Потому что такая земля тяжелая, трудная. Чтобы нанести этот цартр, чтобы нанести победу и исполнение этого слова, что надо было три пастора. И чтобы были такие переходы, потому что был бы только пастор Рустан просто сломался бы, тяжело было бы, была бы только постригая, не испарла бы, настолько трудное место, настолько засохшее место, духовно высохшее место, я вам просто даю язык понимания, почему те или иные вещи, поглотило бы, поэтому Бог сразу начал играть в трио, знаете, было трио варенча, да, он играет в трио, скажи Бог играл в трио, играет в трио, и он, при всех вещах, когда уже пастырь Галя уехала, и она думала, все, я буду при пастыре в Киеве, нет, но я точно возвращаюсь, твое время, смена состава, сейчас ты на составе, ты едешь сменять Рому, Рома едет в Киево, смотри, теперь ты сюда, представляете, какая земельюшка, ну, друзья, пастырь Рома, представляете, какая земельюшка, вот земельюшка, аллилуйя, ну, кто меня слышит здесь, вот какая земельюшка у вас тут, это вам ответ, почему у нас не так много, да, еще, мне разлилось, потому что сам Бог говорит, дети, будьте тверды, я хочу на вас исполнить это слово, чтобы преображать эту землю, эти города, варенившка, везда, Бог в этом слове 35 Иса, говорит, я хочу на вас исполнять это слово, на вас, если бы не менялись, если бы не были тверды, вас бы поглотило это земля давным-давно, но вы почему живы, Бог на вас хочет исполнить это обидование, Бог на вас хочет исполнить это слово, преобразить наши города, Херсонские области и эту засушенную пустыню, которая просто жарит духовным жаром, высушивает самых горячих, высушивает самых палатровых, высушивает самых помазанных, просто высушивает, такая слойная пустыня. Тяжелая пустыня, трудная пустыня, я вспоминаю, как приезжали пасторы Аскива, говорят, пастор Руслан, как ты проповедуешь? Я говорю, вот так вот, попроповедовал, будем проповедовать, полтора килограмма потерял. Пастор Роба, когда стал в позицию пастыря, о-о-о, говорил, я думал, что скотов там, я думаю, о-о-о, херсон, это ага. Потом пастор Роба, говорит, пастор, смените меня, все, я истощена. А я что знаю, почему я меняю, потому что знаю, в какой измеритель улице пастор. И мы тогда пастор Роба, это было верно Бога за пастор Роба. Кто-то там, конечно, может сказать, ну вот, все, пасторя разным, каждый в свои недостатки слушает, дорогой мой. Войди, зайди сейчас на мою позицию, ты здесь чахнешь, Сарафи, засохнешь, ты даже слова не скажешь. Я знаю, что этим пасторам стоило нести видение, нести слово, я стала целевными предами. Аминь, аминь. Поэтому я вот таким вот громотеем могу, ставь в позицию, ты засохнешь сразу, ты даже не вытянешь, не упрофить хотя бы, могу сказать. Сам Бог избирает, кто в этой пустыне должен рулить и вести, а ваше время. И я понял, Боже, свят, и что ж делать? Как говорится, ты хочешь, чтобы все быстро произошло, побыстречку, а Бог говорит, нет, дорогой мой, на вас должно исполниться пророческий тут цепь. Пророческий тут цепь довести, дойти до того момента, когда слово истинно должно исполниться. Дойти до того момента, когда пророчество должно исполняться. Есть три фазы, напиши три фазы. Запиши три фазы. Первая фаза, это когда ты получаешь пророчество. вторая фаза вторая фаза когда ты входишь когда ты начинаешь видеть понимать что это за слово как оно вожало и третья фаза исполнения я верю что мы вошли в третью фазу что 35 сайт это время исполнения пророчества для этой сухой земли чтобы она превращалась и превращалась поэтому здесь понятно смотрите какое здесь благословение буду торжествовать поэтому мало кто хочет преображать землю многие хотят строить свое царство еще раз скажу многие в этой сухой семье строят свое царство свой пиар свое имя вот отличительная часть духа нашей церкви мы имеем евангелие царство мы становимся в проломе за землю стать в проломе за сухую землю чтобы она преобразилась о многого она большая цена платится поэтому ребята то что будет победа и будет воздаяние и не усомневайтесь потому что у бога люди позиции способны преображать отметим откровенно только люди позиции твердой позиции способны преображать землю поэтому много циклей да согласен что-то делаю да согласен но мы не церковь строим иисус сам церковь строит он говорит я ищу человека который станет в проломе за землю вот вот заняли зекииля я не буду просто чтобы успеть заняли зекииля прочитаю он говорит я ищу человека который станет в проломе не за то что вы стоит а в проломе за церкви за церкви что такое стать за землю что такое стать в проломе за землю попробуй стать в проломе в сухой земле за землю что такое стать в проломе за сухую землю это дождаться исполнения божьего пророчества относительно его преображения о том что она будет торжествовать о том что она будет свести о том что мы сегодня есть потенциал этой земли, экономический, духовный, политический, так далее. За мной, друзья мои. Поэтому, друзья мои, вот в чем отличие. Евангелие от царства от Евангелия спасения. В то время, когда кто-то просто строит церковь, строит свое служение, ну, строит свою позицию, платформу, в это время мы не можем строить. Это наш путь. Вот в чем вызов. Вот почему не все выдерживают этот путь. Надо стать в проломе не за то, чтобы строить себе служение, пиар и имидж, а надо стать в проломе за землю. Вот поэтому я вам говорю, что три пастора нужно было. Пиар, пастыр, его пастыр Галя, чтобы этот пролом, он не остановился, чтобы церковь лежала на эту позицию. Какая позиция этой церкви? Стать в проломе за исполнение того слова, которое он еще дал в 2001 году далеком, когда Наташа пророчествовала, она их освобождала, как апостол, что эта земля будет преображаться, что церкви будут распространяться, как ветви и так далее. Вы понимаете меня? Да, да, да. Поэтому есть разница. Я вам просто рисую, различаю. Не надо себя не с кем сранить. Не надо себя сранить. Просто есть позиция стать в проломе за землю, а земля сухая, высохшая, поглощающая всех тех, кто не изменяется. Поглощает, высушивает. Все желание меняться, служить Богу. Я же в прошлый раз когда было, сказал, что какой вызов этой земли? Все люди, которые под помазанием благодатью зажигаются, они вне этого всего пересыхают в этих желаниях за месяц. Они теряют желание идти в церковь, служить Богу, исполнять призвать. Ничего, сухая земля, она так зной под тебя жалит. Жалит, что для всех доброе желание от Бога. Искать призвание, приносить плоды к царству, преображаться самому. Пересыхаются желания. Давайте скажем, пересыхаются желания. Поэтому, когда я был в матче и говорил, что многие люди, которые сидели на этой встрече, и так далее, говорили, что друзья, я знаю, в каком вы земле. Ваш вызов, это не только зажечься, когда Бог приходит, когда полоса не сходит, или облако благодати. Ваш вызов потом, персонально в тайной комнате, в своем сердце не пересохнуть в этих желаниях. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому я знаю, что такое служить и стать в проломе за сухую землю. И я знаю, что такое не пересохнуть во всех желаниях, которые от Бога в твоем сердце зажигаются. Потому что это взмой. Это сухая духовная атмосфера, она высушивает тебя. И ты теряешь. Вчера ты зажегся, хотел двигаться духом, тут ты пересох, все. Ты опять стал язычником, ты опять стал пересохшим плоским христианином, который думает о земле, и все остальное внутри. Это эта земля. Вот поэтому я вам сказал, как важно иметь правильную позицию перед Богом. Господь, преображай меня, чтобы земля не порвотила меня. И те, которые там пытались, я помню, я начинал, пытались уезжать в Киев. Друзья, куда бы вы ни уезжали, куда бы вы ни уезжали, и не искали себе комфортного места, все равно вы будете на эту позицию сидеть здесь. Вы сами любили? Да. Третье, что вам нужно, чтобы этот пролом, эта позиция, она оставалась у вас четкой, непоколебимой. Это надо получать слово от Бога. Если вы стали в проломе, в сухой земле, и вы теряете Бога, теряете Его Слово, теряете Его навигацию, знаете почему? Потому что в пустыне нет людей. Если ты теряешь Слово, ты начинаешь двигаться за миражами. Кто это скажет? Когда я теряю Слово, в сухой земле, в пустыне, я начинаю двигаться за миражами. Тут написано, тут написано, укрепите ослабевшие руки, окрепите в коленях, скажи растерявшимся, будьте сильны и не бойтесь, ваш Бог придет и накажет ваших врагов, Он придет и даст вам нашу награду, Господь вас спасет, тогда вернется с липым зрением, откроется за глаза и услышит глухие, ибо к ним возвратится слух. Но я хочу вот этого не строить. Сейчас люди видят миражи. Сейчас, Бог говорит, прямо сейчас. Люди в этой сухой земле, духовной, в сухой земле видят миражи. И, вы знаете, один из миражей Лота закончился полным его сокрушением, как рода Лота всего его племени и семьи. Вы знаете, он увидел мираж, он увидел блеск Садовской Гаморской долины, он пошел в Садовый Гамор и там потерялся. Потерял свою супругу, разврат дочерей вместе с отцом, который переспалил на бою, и все распалилось, все сокрушилось. Друзья мои, если вы, этот пролом, встать в проломе в сухой земле, вам нужно получать слово от Бога. Слово от Бога, почему? Потому что в этой знойной пустыне, если вы его посмотрели, фильмы, по-дескакре, то в пустыне, если ты не пьешь, у тебя начинаются миражи. Миражи. Если ты в этой сухой пустыне теряешь отношение с Богом, как источником живой воды, у тебя начинаются миражи. Это как наваждение. Это как будто тебе начинаются продиктовываться пути, которые не от Бога. И эти миражи тебя уводят в сторону. Тебе что-то причудилось, и тебе что-то кажется, и этот мираж тебя выводит с позиции, этот мираж выводит тебя не на тот путь, и этот мираж потом тебя как будто заводит в то место, которое не от Бога. Поэтому в сухой земле, в сухой земле, в духовной сухой земле, я не удивляюсь, что многие христиане уводят миражи. Ему что-то показалось, что он должен заниматься этим, а это был мираж. Кому-то показалось, что пастор вот такая, это был мираж. А кому-то показалось вообще, что все это не имеет смысла, и этот мираж увлек. То есть в пустыне работают эти духовные миражи, наваждение на твое сознание, твою психику. Когда ты думаешь, что это чепуха, все это ерунда, и эти миражи, как иллюзия, как майя, они уводят тебя в сторону. Потому что в пустыне нет путей. И если вы уже услышите в пустыне, если вы стоите в фрононе сухой земли, то вам надо искать Бога, чтобы Он вам в этой пустыне прокладывал путь. Давайте скажем, прокладывал путь. Потому что по-другому, все вы, евреи, вымерли за один месяц или два, если бы не было Моисея, которому Бог открывал в этой пустыне пути. Повторю. Все вы, евреи, которые вышли с Египта, они вымерли бы не за 40 лет, а за один месяц. Потому что слово мы же не говорим, я просто не хочу не стать, вы знаете, в пустыне нет путей. И блуждали бы они в пустыне, ибо там нет путей. Поэтому Моисей, иская Бога, получал слово, как путь. Где и каким путем идти? Потому что можно заблудиться, можно попасть в эти миражи и быть выбитым. Вот поэтому всегда, когда ты становишься в проломе сухой земли, всегда вот этот кризис отношений между лидером и тем, кто должен ему помогать, этот кризис выпивает людей. И они тогда перестают видеть, они ударяются в миражи. И тот лидер, который видит путь, он продолжает видеться. И вы знаете, если вы на пастора, которые вели это служение, они не искали бы Бога, они не получали бы путь и видение, то не делались бы социальные проекты, не делали бы все то, что делается небольшим остатком здесь в городе. Почему? Потому что Бог открывает Моисея пути. И тут не надо это проситься. И тут не надо гордиться, тут не надо кого-то превозносить. Вот так оно и есть. И когда только евреи пытались подниматься против Моисея, что? Бог приходил и говорит, да вы выберете все. Чего на моего Моисея проигрываете? Я не пути открываю. Вы выберете все здесь. Если я сейчас его заберу, вы не знаете, куда вам идти. Вы миражами будете поглощены. Этот зон на пустыне воскуничтожен. Да их там было полтора миллиона. Я не знаю, сколько точно он как бы парфонологий около полтора миллиона. Детей, бабушки, ну, семьи и так далее, и так далее. Но что вы трогаете его? Ну что вы кидаетесь на него? Если я сейчас его заберу, все. Вы обречены. Никто из вас не способен слышать меня и видеть правду. Вы миражами будете увлечены. Помните, как миражами бывало? Корея показала, что, короче, кто такой Моисея? Это мираж. Приходит на тебя на вождение такой актуалный момент. Да, я вам? Никто. Приходит тебе на вождение. А зачем мне вообще церковь? А зачем мне Бог? В любой на вождение. В любой на вождение. Или на вождение, что всему голова это деньги. И мы знаем людей, которые, мы сказали так, и на самом деле не денег, не счастье, не чему. Поэтому какой мираж? Нападают миражи. Поглощают дух и сердце человека. И этих миражей было столько. Корей поднялся, потом сестра Моисея поднялась, потом Аарон поднялся, потом они учительца начали лепить, когда Бог их освободил от египетского рабства. Друзья мои, я вам в самом-то деле хочу сказать, отметьте себе, что прежде чем слово, которое мы говорим, оно войдет в силу, начнет у нас исполняться, я вас молю, господин, прошу, что Бог сохранил ваше сердце и дух, что ваш мираж вас не повдатил. Потому что вы не понимаете, что эта земля, открыта духом откровения, это сухая земля, и миражи уходят в христиан, призванных семей, призванных людей, уходят в мираж. И я знаю, даже нет, это листящие здесь людей. И они кивают мне тихо, потому что я знаю, что они были в этой церкви еще тогда, когда пасты Рома был, и потом какой-то мираж их умер. И слава Богу, что сила этого миража, и представление ложного, было порабощено, и они вернулись в волосы. Давайте вас демоку славу займем. Поэтому я не знаю, я не знаю, какой мираж вас будет таковарен. Но в сухой земле сейчас написано, люди видят миражи. Но в то время настоящие озера будут повсюду. Вода будет бить из земли, и высокий тростник вырастет там, где жили тихие звери. Друзья, я хочу, чтобы те люди, которые сегодня здесь, вы знали, что в сухой земле нужно не только знать, как стоять в поломе. Надо знать, чтобы она тебя не похлотила. Это надо все-таки принимать решение и меняться. Соответственно, слово по образу Христа. Но третье, это, я вообще хвалю, третье, это огромнейший музон для всех нас. И я благодарю Бога за пастыря Гарю, за пастыря Рома, за всех нас, как пастыря, которые в этой земле трудятся. Что не позволит, что мираж нас похлотил. Это иллюзия, ложное представление от дьявола. Когда человек находится в пустыне и он находится в состоянии обезвоживания, когда он теряет отношения с источником, или он оторван от источника, или он оторван от коллектива живых духовных людей, и он от духовного истощения начинает ему наваждение. Ему как в этой пустыне кажется что-то. Но это не есть истина, это не есть правда. И вот когда он за этими миражами ударяется, причина это в чем? Он от этого источника. В пустыне нельзя быть вне источника. Ты просто духовно будешь истощен, как вот человек, который не пьет. И Библия говорит, что от еды, чем надо пожить, ему жить долго. Без воды семь дней и все. Семь дней и все. Это физиология. А без еды может быть сороками. Без воды семь дней и все. Поэтому какое надо решение так же волевое, что нельзя удаляться от Бога как источник. Нельзя удаляться от церкви как источник. Почему? Потому что это не прихоть пастора или Бога. Ты просто ударишься в миражи. Вы знаете, вот с 16 лет явным пастором начинали. Пастор Моба. Пастор говорил, знаете, сколько талантливых, благословенных людей и семей уже миражи поглотили. И там мало того, что с ними нету и непонятно, что с ними. Я сам этих людей видел, приводил Бога, подымал. И думаю, что их поглотило? Бог говорит, ну как что? Отдаляясь от источника, мираж начинает поглощать тебя. Он начинает проникать в тебя. Он тебе надаст, что вот то, что ты так считаешь, это правда. Поэтому видят миражи. У всех мираж, допустим, в сухой земле, походите по Херсону, у людей свои миражи. Они считают, что Бог, предназначение, миссия, какие-то вещи духовные, истинные, они не важны. Все почему-то, кто-то зациклен на деньгах, кто-то там, на других каких-то вещах. Но если смотреть, основной тренд людей и мышления людей в сухой земле, это мираж. Они бегают за миражами. Мало того, что они обнимают пустоту, в конечном счете они оборачиваются, оказывается, жизнь была прожита, и я инвестировал не туда. Представьте, инвестировать в мираж. Представьте, инвестировать свою жизнь, свои деньги, энергию в мираж, который не от Бога. В путь, который не от Бога. Представляете, что это такое вообще? Я всегда, когда я вот особенно, всегда сталкиваюсь с таким гастробайтерством в теле Христа, я говорю, слушайте, вы вот так вот шевеляетесь, у тебя поеду, я туда-сюда, я говорю, вы не боитесь, что вы поехали за миражом куда-то? Вот я, допустим, миссионер, и я знаю, что меня Бог открыл еще 10 лет назад, даже больше, куда мы с моей женой призвали. И я знаю, что это не мираж, потому что Бог подтвердил через Бога, через паспорт, и так далее. Я знаю, это видны наши церкви. Но я просто смотрю вот такую легкость, приезды, заезды, говорю, слушайте, задайте ссылку у вас, может быть, это мираж? Может быть, вам это показалось? Может быть, это так вот красиво, искушенно заезжает со стороны на вас, чтобы вас обесточить духовно, чтобы вас выслушить духовно, чтобы вас проработить духовно, и чтобы потом проклятие, как к лоту вернулось. Я не хочу открывать историю пророта, там очень серьезный урок. Пока он был при Авраме, были овцы, были бараны, и было все в порядке, и я вскоре все нормально. Он отделяется от Аврама, он сразу же начинает видеть мираж. Только отделился, это серьезное откровение, только отделяется от источника, от человека, который взял в это путешествие в Хананскую землю, он тут же начинает видеть, мираж. Он идет за миражом, и там отгибает, как родоначальник, и родственник Аврама. Почитайте, устой, страшный устой, когда врываются нечестицы, хотят познать его детей, хотят познать его жизни. Он там не живет, а мучается, сражается, и только потому, что Бог знает Аврама, он не позволяет насиловать лота его семью. Праведник там сидит и мучается, и скорбит, как это так? А потому что праведник будет скорбеть в угнетении, когда он пошел за миражом, когда он не доверил Богу. Если доверился Богу за Аврама, за своего дядю, столь при нем, тем более, ты говоришь, что у тебя получается, стада уничивается, у тебя все налаживается, ты когда возрастать начинаешь, куда ты дергаешься? У нас такая специфика, почему-то, вот у нас украинская специфика, неважно в каком регионе, юг, север, или там, запад, украинский, или вострок, у нас, когда люди чуть-чуть приподнимаются, они сразу начинают думать, что все то, что их довело до этого подъема, оно уже им надо. Кто услышал на выставке? Вот какая-то, я не знаю, это как, когда, ну, какой-то удар идет, я не знаю, вот только чуть-чуть приподняли все те, благодаря чему они дошли до этого, оно сразу отгуляется, вот это есть сила, чтобы он не разжарит, что тебе ничего не надо, он, работа, отношения с Богом, ну, со всем, все, что его довело до этого состояния, и довело до этого, ну, вообще, состояние души, мира и покоя. Тут некоторые худеи встречаются, может, ничего не надо, они хотят просто допустить покой и мир, у них тревога и так далее, неврозы, психозы, у них просто крыша, неврозы продовечивая, они таблетки не помогают, врачи не помогают. Поэтому вот последняя, вот эта истина с этого обетования, с Исаия 35, о том, что преобразится наша семья, преобразится эта сухая пустыня, она возникнет, она исполнится радостью. Почему? Потому что есть люди, которые стоят в пророне, и они держат эту позицию. Поэтому церковь, пророчески, высвобождайтесь, стойте на нем, стойте на нем. И пусть он вдохновляет вас, друзья, но самое главное, я молюсь так же, потому что много сильных, помазанных людей, где миражи повыводили, повыбивали, и они сейчас нигде. Они в пустыне там блуждают по жизни, бродят душой, и у них нет ни цели, ни понимания, и там полностью там внутреннее состояние отвратительное людей. Миражи. Они видят миражи. Я молюсь, Господь, чтобы эта церковь твоя, людей твоих, Господь, выводи из этих миражей во имя Иисуса Христа. Выводи с этой слепоты тех людей, которые ударились в миражи. Выводи с этой глухоты, чтобы они начинали слышать. Как олени будут скакать хромые и забоют счастливой песни немойниками. Так случится, когда лучи протекут в пустыне по сухой земле. Сейчас люди видят миражи, но в то время настоящие озера будут повсюду. Что кумиаш, что не настоящие. Бог говорит, что да, будут озера, будет изменение, но остаться тверд в этой позиции, не теряйся. Если бы Аполлон не дернулся, все было бы по-другому. Судьба сложилась бы по-другому. У него, у него супруги, у него и своему жили. Помните, понимаете, вот допустим, я знаю, что такое мираж для меня. У меня трое детей, у меня супруга. Я в семье еще и многодетный отец. Знаете, я не позволяю себе, чтобы мираж заехал в мою арбиту, потому что я знаю рисков. И я видел пастырей, пастырьские семьи, которые рассыпаются, он просто сыпется. Я видел пастырей, которые сыпутся в отношениях и так далее, потому что мираж. Я помню пастыря Павла, у которого была пастырь Галя. Это был человек, у которого церковь в 2000-х годах насладывалась в этом городе. И Бог ему проговорил ехать к апостолу Сан-Дейл, потому что Бог ему как будто хотел к Аврааму приметь, чтобы в этой сухой земле мираж ему не поразил. Он ехал, становится под поток. Пастырь Галя была администратором, была частью этой церкви, она покаялась в этой церкви пастыря Павла. И он приехал, все нормально. Но потом, когда он вернулся обратно, в мираж поразил его психик. Но он говорит, ну, буду я ничего делать. И эта церковь моментально, моментально начала засыхать, разрушаться, и пастырь Галя получил откровение и вышло на землю. И мы приехали в 2001 году, мне Бог говорит, ты вообще не должен быть сюда приезжать. У меня был здесь помазан пастырь Павел, который я хотел использовать и дальше, чтобы всего и герой. Но так как он попал в мираж и от всего, то, что я ему сказал, все закончилось тем, что пришлось нам. Мои же люди, мои сыны, мне приезжают в 2005 году. Кто понимает, о чем я говорю? Вот и все. Поэтому, друзья мои, нельзя думать, что я здесь, ну, что слово больше, как говорится, говорит, какой-то, знаете, поведенец. Нет. Мы были свидетелями с пастырем Галя. И пастырь Галя говорит, Боже, я вообще не могла подумать, поверить, что пастырь Павла, который двигался в пророчестве, знамением, как есть люди, ну, влиятельные люди, Такая слава была, такое присутствие, исцеление, освобождение, земли преображались. Разломилась все, семья, полностью все. И как? Мираж. В сухой земле, когда ты не знаешь, в какой земле ты трудишься, ты не знаешь вызовы этой земли. Вызов этой земли только, вот я говорю два. Первое. Если ты не знаешь, что это сухая земля, ты просто разочевываешься, очень быстро руки отпуститься. Второе. Тебя или земля поглотит, или ты изменяешься, или ты не позволяешь себе ее поглотить. Или ты меняешься, или сухая земля тебя высушит, она поглотит. И третье. Никто же не знал, через укровение Слово Божьего, что оказывается, есть миражи, наваждения, которые приходят и удаляют под голову. Как это происходит? Недостаток воды в организме и идет не тот сигнал в мозг. И мозг начинает проецировать картину ложную, миражную, нереальную. И этого достаточно, чтобы человека выйдет из судьбы ввести на тот проклятие. Кто вообще понимает, о чем я говорю? Относительно миражей. Кто понимает, о чем я говорю? Так вот, вам, особенно как семейным людям, я не вижу здесь людей по 15 лет, которых есть время экспериментировать и прогрессировать. Вот попробую я здесь и так пожить, а потом дай бог еще и так. Мне уже 43 года, я здесь не вижу людей по 15-20 лет. Я вижу здесь, перед тобой сидят, здесь сидят уже взрослые, которые экспериментировать времени уже нет. Поэтому я вам просто словом больше, и вот это слово передавайте дальше. Что в этой земле миражи выбивают людей, и они вдруг 10 лет, вот так вот, как вот потратили, 15 лет, и потом оборачиваются, а ничего нету, как у лота, ничего нету. Дети-развадники, ты без семьи, без тыла, без ничего, и ты думаешь, Боже, что это? Что это за жизнь во Христе? Это потому что мираж выпил тебя туда, и эта земля, она использует вот это, как в пустыне, миражи. Я смотрю, думаю, Боже, тебе сколько, 50, ты что, эксперименты, миражами увлекаешься? Я тебе через 10 будет уже 60, через 10 ты уже будешь дедушек, вот это дергаешься. А я перестал дергаться уже 24 года. В 24 года я пришел к Богу, полностью уже с запораженным здоровьем. Две передосировки. Спортсмен, имея диплом, работая на флоте, стал конченным, разбитым человеком. За 24 года так поэкспериментируем. Но если вам не доходит, почему Бог ставит души-то призависимых, чтобы вам дошло быстрее, в чем экспериментируется, куда? Какие миражи вас подращают? Я молюсь за освобождение вашей психики. Я молюсь за освобождение вашего духа. Я молюсь за освобождение во имя Иисуса, вашего духа и сознания. Один мираж, и твоя семья сыплется, как семья лопает. Я себе таких экспериментов не позволяю. Я очень осторожен в этом. Я всегда согласовываю судьбоносные решения и решения с моим пастором, с моим Богом, как источником живой воды. Потому что я знаю, если я пойду куда-то, и этот путь не от Бога, этот путь меня уничтожит. Этот путь меня покорит, а развалит меня. Поэтому Бог говорит, что до сих пор не только христиане, другие херсонцы видят пирожи, им что-то чудится. Помните, народ, когда каждый скрестится будет? Поэтому, дорогая церковь, это слово я передаю вам, как слово обетования. Я верю, что он будет перелом. Я верю, что пустыня начнет преображаться, потому что мы, как церковь 16-10, твердо стояли. Да, многих нет. Да, многих повыбивало. Да, многие пересохли, засохли, а некоторые уже, как говорится, в гробах. Это правда, да. Это правда. Но я знаю, что это отца земля. Я знаю, какие вызовы этой земли. Я призываю вас, взять это слово, стоять на нем, благодарить Бога. Я верю, что это певелоприходит в этом году. Что начнет преображаться духовная среда, наши города, южные города, солнцем городу. А мы это не, друзья. Амин. Я призываю церковь, если вы станете в позицию до 300 лет, не пускай все меняются. Ты будешь позлощен. Меня не починя поглотила сухая земля. Я менялся. Бог приходит, говорит, тебе надо этой земли. Я меняюсь. Вот это по праву. Я меняюсь. Я на них поглотил. Поэтому я не боюсь трудных местах. Я знаю, как получать победу в трудных местах. Ты знаешь, как получать победу в трудном сезоне своей жизни. Знаешь? Ты знаешь, как получать победу, когда у тебя тесное сезон в семье. Когда у тебя нехватка. Ты знаешь, как могут уничтожить победу? Часто сухая земля, как твоя нехватка, она похлотила тебя. Если ты проспил. Болезнь, это как сухая земля. Или ты меняешься, потому что болезнь приходит, потому что ты не меняешься. И Бог не знает, как тебе успех, может быть, это что? Начинается по-женски, начинаются какие-то там другие по-мужски и так далее. Как тебе, чтобы болезнь тебя не поглотила? Как тебе, чтобы мужда тебя не поглотила? Как тебе жить с Богом так, чтобы у тебя кредит не поглотил, и ты не оказался в больнице с психическим охладением? Как у нас в Киеве люди понабирали кредит, а теперь меняться не хотят, никогда, чтобы Бог решил кредит. Я говорю, как интересно, не дает. Бог вам не факел. Вы измениться должны. Вы почему берете долги? Потому что вы пришли жить за счет других. Пока вы не изменитесь, Бог вам не поможет. Нет, если Бог поможет, я потом изменюсь. Нет, так не работает. Вы знаете, как вот такие сухие сезоны проходить и преодолевать? Без Бога. Знаете, да? Я знаю, как мне ручек. Иди к ведьме, иди к цыганке, иди к экстрасенсу. Я знаю, как дьявол это делает. Нежели прийти к Богу. К экстрасенсу придут. К бакам, к цыганам придут. А не к Богу, который источник живой воды, который обнуляет мираж и показывает истинный путь и выход и решение. Но не хватает терпения. Вы же южане, горячая кровь у вас. Харизматические люди. Вам хочется вот так вот все быстро, а Бог вот так и не будет делать. Вот все. Ты можешь свою жизнь так вот поломать. Ты можешь свою жизнь так вот поломать. А Бог так и действует не будет. Что над деться? Три столетия не уйдет воин, где он все там идёт. Пыхали, пыхали. Украина, он хотела уже, мысли, говорим о Северусе. А где она сейчас? Не будем, я говорю, свет неполитическим. А мы верим? Да. Кому что мы нашли? Да, мы просто. Сейчас мы видим в мире жил. Люди, Бог говорит, что не только христиане, которые оставляют Бога или церковь, или пастора, которого Бог дал. Мне Бог дал человека судьбой, пастора. Если у меня на какой-то путь, и я вижу с моей женой, то я согласовываю, потому что свет не будет. Вы знаете, я могу у дома уехать уже. Вы знаете, в моём состоянии, вот сейчас твоя жена моя готова уезжать. Знаете, поделюсь, два слова. Сейчас буду молиться. Осталось 15 минут, потом будем продолжать торжествовать, да? Моя жена прямо сейчас готова уезжать. А мне 300 лет, ну что, готова? Молодец. Едет. Серьёзно? Я что, знаете, я отвечаю. Я всегда, у меня нет тайн. Говорит, ты готова уезжать? Ты собираешься, она едет куда лучше. Она сразу хохла, и парни спускаются. Потому что я в миражное движение не играю. Куда тебе тогда миражное? В Америку? Где в Америку? А мы с детьми тебя здесь подлежим. Ты покатаешься, с ухами, поездишься, придёшь, надо встретить, как в сухарах. Куда тебе ходят? В сухарах. Я серьёзно говорю, но он серьёзный, главная жена нам подтвердит. Говорит, ты хочешь, я подорваю, я тебя не контролирую. Едь, пожалуйста. Мы с детьми тебя здесь подлежим. Ну, тебя поездишь, поездишь, помиражишься на муточку. В кураж, покуражишься, я не можешь встеряемся. Я в эти детские игры не играю. Я знаю риск, в который попал лодка, чем это закончилось. Я отец, я глава. Я не позволяю следить за миражами, даже если моя жена просто хочет ехать. И верю, что моя жена такая же. И я не подогреваю ее желание. Я говорю, нет, пока это всё миражи. То туда, то туда, нет. Я говорю, то, куда надо ехать, Бог показал, и когда придёт время, всё активируется, если он стасся, передоходится мы в воене. В воене Иисуса. Замая! Вы со мной любили? Поэтому, может быть, у кого-то там сверху видят тебя в семье, куда-то обладают. Пускай едет. Повбивает зубы, потеряется, вернётся, и ты ему скажешь, что я тебе говорю. Я никого никогда никогда не контролирую. Серьёзно. Ни людей, ни церковь, даже мужиков не контролирую. Я говорю, я дорогая. Но помню, я говорю, собираюсь себе. Я даже тебе денег дам, что я тебе поехал. Потому что она уже попустила вовремя. Потому что мираж, вы знаете, как мираж проникает? Он берёт сначала психику, а потом глубоко. Глубоко. Вот почему некоторые люди говорят, что мечтатели это очень страшная тема. Мечтатели. Если вовремя не будет баланса, он поглощает всё. Ну, обычно такие люди и приносят какие-то такие программные технологии. Я закончил. Я сказал при таких вот кармах, что такое стоять в прологии. За землю они просто строят себе седалища. Я дал понимание в себе напитывая, что такое, чтобы земля тебя не похвотила. Что для этого надо. Поэтому, если вы не меняетесь, не удивляетесь, что вас поглощает ваша нужда, нахватка, какие-то вещи. Поглощает, седает вас. И третье, я говорю, что как нельзя поддаваться миражам. Миражи, это когда ты выходишь от источника. Ты теряешь путь, у тебя путь размывается, и ты удаляешься и двигаешься. Давайте поднимемся по-моему. Я хочу помолиться за всяк нас, чтобы Господь действительно дал найти до этого момента, как пустыня седали, сухая пустыня, будет ликовать и приоружаться. Поговорите с Богом. Я просто положу тебе террор, свои глаза обройте с ним. Я не знаю, что вас терзает. Хочу сразу сказать, в сухой земле находиться и жить нелегко. Это правда. Сейчас вся Украина превратилась в сухую пустыню, что просто в условиях такого кризиса трехгодичного люди просто уезжают пачки отсюда. Я не имею такого. Поэтому для кого-то может быть это от Бога, но большинство, мне кажется, впадает в миражи, теряет перспективу, теряет одежду и все это заканчивается. Отец, я молюсь сейчас. Господь, я молюсь в церковь, я молюсь в пастыре, я молюсь в мои братья и сестры. Отец, ты дал это родование сайта и сайта и сайта, и я сядно верю, что этот год год особенный. Я верю, что эта сухая земля, город Херсон, Херсонская область начнет преображаться. Отец, я верю, что всем дети твои, все братья и сестры, которые тверды, которые стали страной в этой сухой земле. Отец, ты сказал, что я посвящу вас и наградам Моя слава, что ты спасешь, что они будут свистеть, как цены, как нарцы своей Иисуса Христа. Я верю, что это слово, оно будет исполняться на этой церкви, на детях, которые стоят в роте. Отец, давай благодать изменяться, давай благодать преображаться, потому что, если мы не преображаемся, наши проблемы не решаются, они нас поглощают, они поглощают нас, как сухая земля, как нерешаемые проблемы. Отец, свои Иисуса Христа я так же могу забрать ее и сестер, чтобы все эти миражи, которые поглощают, которые поражают дух и сердце людей и вырывают из покрова, вырывают из семьи, вырывают от Христа, вырывают от...